Тбилиси сердце Грузии Храмы и крепостные стены наполняют город Грузинский народ находится под защитой особой армии Воины несут службу уже многие столетия Их следы встречаются повсюду, иногда сохранившиеся или чуть заметные за долгие века забвения Крепостные сооружения, стражи, поставленные на путях завоевателей Монастыри и храмы – духовные стражи, защищающие страну от иноверцев Горная страна наполнена легендами об ее хранителях До появления мощных укреплений строились скальные убежища Они располагались вдоль главной водной артерии Закавказья – реки Кура Древний пещерный город, один из первых на территории Грузии Скальные объекты за три тысячелетия отполированы ветрами и дождями Это было большое поселение с защитными стенами, улицами и храмами Пещерный город опустел Но Божья крепость стоит на вершине холма и продолжает духовную борьбу С берега реки Кура в отвесной туфовой стене видны помещения пещерного города Здесь проходил оживленный торговый путь В Средневековье это был город и крепость-невидимка Позже землетрясение обнажило пещеры, которые стали видны врагам Город разрушен Теперь монастырь оберегает свой народ духовным оружием Крепости встречаются повсюду Тысячелетняя история стражей богата на события В горах, на берегах рек, располагались крепости, которые охраняли главные дороги Укрепление возникло в античную эпоху По преданиям, здесь сражался Александр Македонский Восстановленные из руин стражи несут службу по защите народной памяти Средневековые крепости принимали на себя удар проходящих по Грузии вражеских войск А армия Темерлана в XIV веке разрушала укрепления Многострадальный народ восстанавливал цитадели Пока новый враг, татаро-монголы, в XV веке не опустошили страну Твердыни снова вставали из руин Новые завоеватели, Османская империя в XVI веке на три столетия поработила эти земли Укрепления перестраивались, возводились мусульманские святилища В XIX веке Грузия была освобождена от турецкого владычества Каменные защитники несут свою службу в горах Они хранят память о героях, которые возводили сложные сооружения И сражались за свою независимость Крепостные стражи не могут обеспечить полную безопасность Важно, чтобы рядом стояли духовные стражи с Божьим оружием Христианский путь Грузии начался с IV века Крепко держите в руках щит веры Им вы погасите все раскаленные стрелы злодея Возьмите еще шлем спасения и меч Духа, то есть Слово Бога Духовное оружие появилось в древних скальных храмах В пещерном монастыре жили сотни монахов Заброшенные храмы хранят старинные росписи от VI столетия Здесь проходит граница между Грузией и Азербайджаном Даже в разрушенном виде Святыни защищают христианскую веру народа Культовые места нередко располагались за мощными стенами В случае вражеской угрозы Наденьте Божьи доспехи, чтобы у вас хватило сил противостоять им в черный день И выстоять, все преодолев Крепостные и духовные стражи останавливали захватчиков Бывали времена, когда духовная вера ослабевала Люди надеялись лишь на правителей и армию Наступали тяжелые дни Цитадели рушились от рук иноверцев Непобедимость стражей в единстве духовной и вооруженной силы всего народа